Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова я вас приветствую здесь, на первом городском телевидении телеканале «Вариант» в программе «Правая среда». С вами я, юрист Роман Радекуца. Побеседуем на интересную юридическую тему. Вот рассказываю вам сейчас, друзья, очень интересное дело. Интересное дело, связанное с новыми квартирами в дорогостоящем жилом комплексе. У моего одного товарища было куплено две квартиры. Квартира одна была приобретена в один срок, прошла неделя, купил еще одну. Для этого продал свою квартиру, которая принадлежала ему с детства, достался ему по наследству от его дедушки, бабушки. Он уехал, оставил доверенность своей маме для того, чтобы она смогла, если что, принять квартиру, когда дом сдастся, потому что квартиры были куплены по договору долевого участия. И, соответственно, потом, в случае необходимости, продала их, например, и ему отправила деньги. Он уехал надолго в долгое путешествие за рубеж, работать. Что случается? Происходит конфликт между матерью и сыном. В то время, когда он уехал, его нет рядом, она скучает, он тоже скучает. Но на этом фоне еще там, соответственно, помимо вот этой тоски, начинаются споры, происходит конфликт, и мама переоформляет данное имущество на сводную сестру. Соответственно, получается, что мой товарищ и клиент в перспективе, потому что нам пришлось потом подавать в суд, остается без жилья. По доверенности она это делает. По доверенности. Что делаем мы? Александр дает мне доверенность, в другой стране ее оформляет, в консульстве, присылает мне сюда, я подаю в суд на возвращение ему вот этих жилых помещений, которые, кстати, уже приняты, дом сдан, это уже полноценные дорогостоящие квартиры общей стоимостью более 30 миллионов рублей. И, соответственно, мы отсуживаем эти квартиры в суде общей юрисдикции, в федеральном суде, возвращая ему. Во-первых, была переоформлена по доверенности, а мы сделали таким образом, что, соответственно, воли, изъявления моего доверителя на это не было, несмотря на то, что доверенность была. Во-вторых, переуступка была оформлена в Росреестре без передачи денежных средств моему доверителю. То есть денег никаких он не увидел, деньги ему не отправили. Хотя Росреестр сделку провел, да, и, соответственно, переуступил данное имущество. Был довольно сложный судебный процесс, шел он почти год, но, тем не менее, квартиры мы отсудили. Рассказываю вам в этом случае, друзья, что вы понимали и знали, как нужно защищать свою собственность, что вы не рисковали лишний раз. Да, безусловно, родители, кому доверять, как не родителям, но, как показывает судебная практика, 50% судебных споров именно с родственниками. Это могут быть семейные споры с супругами, это могут быть споры за недвижимость, за наследство. 50% судов забиты именно делами, связанными с родными и близкими. И, соответственно, чтобы вы были аккуратны в том, каким образом вы переоформляете. Вот стоило ей отправить какие-то деньги сыну, то уже было бы в разы сложнее, потому что, получается, она с ним рассчиталась. А здесь, получается, что деньги не отправила, допустила ошибку. А так, сделка могла и устоять. Но, тем не менее, это нам на руку, и мы выиграли, мы победили, отсудили квартиры, и теперь, соответственно, мой товарищ, мой доверитель, мой клиент доволен. Имейте в виду, зафиксируйте себе и знайте, как нужно поступать, как себя обезопасить. Друзья, прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро увидимся. Включайте свои экраны. Вечером, в среду буду рад снова встретиться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова